Здравствуйте, дорогие товарищи! Обращаюсь к вам с новым обращением. Мы сегодня на экваторе курса. Четвертое занятие еще остается. И по этому поводу, хотя может быть и не по этому вовсе, я решил предложить вам такой текст с обратимым названием, перевертыш такой, «Медиафилософия и философия медиа». Автор Фридрих Гитлер, практически Гитлер, но это не он, тем не менее умеет запутывать и нагнетать вот такие интеллектуальные конструкции, которые состоят из элементов весьма странных, и парадоксальное их сочетание приводит к нетривиальным выводам. Вот, поэтому, может быть, и сам текст не настолько там нашумевший, да, это не программный или не манифест, подобно тому, как Бадриара или Макрулина были, и сама фигура, впрочем, не столь известная, но мне показался именно этот текст весьма интересным, таким крепким орешком, который позволяет совместить несовместимое на первый взгляд, перечисляя там в одном ряду и языки программирования, и философские идеи, и специфику книгопечатания, то есть действительно охватить настолько широкий круг разных проблем, связанных с медиа, что мимо просто пройти было невозможно, и я когда с этим текстом ознакомился, понял, что да, надо его тоже включить в нашу подборочку для обсуждения. Пару слов о Китлере, я бы его отнес к той традиции, которую можно обозначить как спекулятивная метафизика, то есть он не зря использует материалы, ключевые работы и Фанахвинского, и Гегеля, и Хайдегера ссылается, то есть это вот те авторы, которые задали русло, которым оказался и сам Хитлер, хотя он и делает попытки расширить его до целой традиции, связанной с медиа, больше, наверное, все-таки с философией, но это действительно метафизика, классическая метафизика, которая может быть сведена к нескольким таким ключевым вопросам, к чему она стремится, на что ориентируется, это некая универсальность, то есть даже когда рассматриваются частные случаи чего-либо, то делаются все равно общие выводы, и во всем обнаруживается некая непреложность абсолютной истины или универсальных законов, которые расстраивают реальность, в том виде каком она нам дана. Далее это ориентация на выявление некоторых сущностей, тоже вот такая классическая метафизическая установка, в любом явлении видится некая скрытая основа, первоначало, первоисток, первопричина, и мы должны как раз выявить эту первопричину, чтобы понять, как все устроено. Ну и сходство, тоже можно такой признак вот такого подхода выделить, скорее акцент делается на сходстве между разными явлениями, чем на их различиях. Это вот такая тоже принципиальная установка между классикой и постклассикой, поскольку универсализм задает и возможности для рассмотрения, анализа разных явлений, и тогда в них действительно делается попытка выявить что-то общее, объединить их в какую-то единую систему. Постклассика, конечно, и особенно актуализм, постструктуризм, они делают акцент на скорее исключениях из правил, особенностях и отличиях каждого явления, и не подгоняют их в какие-то общие категории, общие тенденции. Или даже если выявляют эти тенденции, то скорее как объект критики, обращаются к ним именно, чтобы критиковать их, как-то по-иному расставлять акцент. Вот и Китлер, мне кажется, тоже продолжает вот такую установку метафизическую на поиск неких универсальных тенденций, универсальных характеристик, самых разных явлений, связанных, так или иначе связанных с медиа, причем медиа, она смотрит через русло философии, а философию через медиа, такая взаимосвязанная, обивалентная такая конструкция теоретическая, достаточно изощренная. Но все-таки, мне кажется, это не постмодернистская установка, а именно попытка набросать самый разный материал, вроде бы там хаотичный или никак не связанный, но этот материал подбирается уже под какую-то идею. То есть у него сперва есть идея такая, позволяющая объяснить, раскрыть нечто, некую тайну медиа, и под эту идею уже материал берется. В частности, он так обосновывает, почему ему захотелось обратиться именно к работам по Маквинского и Кики. Ну и, как итог, может быть, наших рассуждений сегодня, мы попытаемся выявить, что же такое за сверх идею, и отставить. Он продвигает и работает с ней. А начать мы можем, я просто предлагаю идти последовательно, и начать с обведения, тут пару слов. Дальше он четко там три раздела предлагает, сам текст небольшой, удобный в этом плане, но такой при всей компактности очень насыщенный. Каждый абзац тут можно разбирать отдельно, детально по каждому слову. Вот, кстати, вот это от Хайдегера, все-таки, наверное, частично от Хайдегера унаследованная такая плотность письма, можно действительно как бы погрязнуть в тексте, да, и взяв каждый отдельный абзац, там, разбирать его досконально, там, каждое слово как бы выдергивать и связывать с другими, но мне кажется, это будет изначально бессмысленный такой подход классического такого текста, текстологического, да, анализа. Скорее, тут нужно иметь в виду весь контекст, да, всю структуру текста, как он и сам предлагает, да, структура отталкиваться, и, имея в виду как бы последовательность его тезисов, уже обращаться к каждому отдельно, да, то есть как каждое утверждение связано с другими контекстуальными. Вот тогда никакие там особенности отдельно использованных понятий или слов нас не смутят, потому что мы будем знать их место, да, в общей цепи рассуждений. Отвлекаясь на каждый этот тезис, можно действительно завязнуть и очень долго, да, обсуждать, что он у меня в виду действительно. Ну и вот в обведении тут пора двадцать буквально. Как Вы считаете, какую проблему он предлагает обсудить, рассмотреть, которую мы можем начать? В видении то, что Синькин текстом написано или… Нет-нет, это же не авторское, это о нём, а уже вот его собственный текст, о трудностях в философии медиа. Мне кажется, что по-настоящему там причем может быть является не столько понятие, которое он вводит в введение, сколько вот понятие, которое он использует уже в первой части по отношению к Фариат-Винскому, тогда, когда он выделяет более определенное какое-то понятие. Так а почему он к самому Фомета обратил? Он же сперва проблемности даёт? Да, так вот, там просто он использует понятие очень удачное, которое хорошо передаёт то, о чём он думал бы в введении. Понятие программы обработки текстов. То есть, соответственно, его основная идея, что существует какая-то программа обработки текстов, которую он находит одну у Фомет-Винского, совсем другую у Гигеля, и он подразумевает, что вот эта вот программа обработки текстов для написания своего текста, она задаёт не только там какие-то формальные особенности текста, а и содержательные тоже. То есть, вот как я обрабатываю чужие тексты, производя из них свой, так и мыслю себе, условно говоря, содержательную, в том числе, антологию. То есть, в этом смысле он в введении же ещё говорит интересную штуку о том, что лингвистический поворот философии позволил нам больше задуматься о том, как язык влияет на наши мысли. А вот здесь он как бы пытается акцентировать внимание на том, как технические особенности обработки чужих текстов, в частности, и производства своего, начинают рассматриваться как, условно говоря, от методологии самого мышления до, собственно, содержания антологии. Если я говорю, например, о том, как мыслится Бог, или о том, как устроен мир через триад. То есть, в этом смысле он намечает некоторую общую перспективу. Почему форма архвинские гиги? Ну, просто очевидно потому, что более точное замечание относительно того, как текст возникает, мы можем говорить только начиная с формы архвинского. Об Аристотеле мы только не знаем. Мы знаем, что, вернее всего, это записи его учеников были, а не самого Аристотеля. Как он обрабатывал текст, и сказать сложно, но вернее всего, просто устные рассказы каким-то образом переосмысливались, скомбинировались. Но почему не Аристотель? Опять же, потому что мы оказываемся в сфере чистых догадок того, как, условно говоря, обрабатывает тексты Аристотеля. Как он обрабатывает их, но мы можем только догадываться. У Фома Архвинского есть какие-то описания, начиная от этого стола с вырезкой для живота до уже даже конкретных технологий, как он, например, начинает включать цитаты. С другой стороны, почему Фома Архвинский? Потому что на долгие годы он определил схоластику, схоластика была образцовым философским мышлением и так далее. Но в какой-то момент это поменялось на немецкого профессора. Это новый тип того, как производится из методики обработки текстов, новый тип философии. Как я это увидел? Соответственно, мы можем, если быть честными, ту же самую идею приложить, например, к интерпретации Маркса. Маркс вроде бы один из самых значительных философов, если не самый значительный. Он обрабатывал тексты тоже определенным образом. Определенным образом презентировал эти тексты. Он близок к медиа, потому что Маркс в определенном смысле это газетный философ. Он достаточно сильно ориентирован был на эту среду. И, соответственно, особая специфика содержания Маркса тоже может быть в интернации. То есть, идея неплохая, но не очень понятно, куда она может привести, кроме того, что она просто задает такой инструмент для возможных описаний. Насчет Аристотеля, вот очень хороший пример. В том плане, что система обработки текстов может быть не совсем точная система создания текста. То есть, как структура, форма определяет содержание, последовательность разворачивания каких-то положений. А обработки текстов, получается, что уже есть какие-то готовые тексты, мы их компилировали. Такая структура есть, да? Это есть, это есть. Аристотель, в интересный случай, он же стал жертвой архиваторов, архивариусов. Поставили после физики, назвали метафизикой. То есть, это тоже вписывание вот уже готового текста в сложившуюся систему категорий, каталогов. Или, говоря по-другому, лучше, что само слово метафизика есть как раз хороший пример того, как каталогизация, то есть чистотехническая вещь, вдруг внезапно становится содержателем. И определяется одна философская направленность. Да, и способ видения, да, и, собственно, и содержание тоже, да. То есть, я уже не говорю там о том, что метафизика это просто вот исследовал физику и что-то говорил после, да. Я говорю о том, что я вот смотрю за окно, вижу что-то и домысливаю, что стоит за этим, да. Ну, это один из способов, да, интересный. Нет, видится, что он действует как методолог. У методологов есть такая операция, это рамочно-ядерное выворачивание. Ну, то есть, вот есть рамка, есть и до. И он говорит, что вот, ну, чтобы говорить о философии медиа, да, давайте мы вывернем и посмотрим медиа философии. И вот если мы такую операцию проделаем, ну, первое, что он так делает, то мы увидим, что философии на самом деле много. То есть, нам тогда надо говорить о множестве философий, которые задаются некие, ну, эволюции медиа. И там шире, чем метод. Там не только метод чтения, но и метод производства. Ну, там, стол, да, там, говорит, вот стол, там, подпузо, там, что-то там, чтобы писать, там, раскладывать. И это как-то, ну, часть процесса и производства, и чтения. То есть, ну, это шире, чем, ну, то есть, оно включает в себя и всю индустрию, скажем, производства текстов, хранения их, там, каталогизации. То есть, в данном случае, вот это вот все можно назвать медиа, ну, через которые живет философия. Ну, и вот, мне кажется, вот это базовая операция, ну, и дальше начинает уже, ну, скажем, внутри, в качестве примеров, смотреть, как, там, в случае, там, с Фомой Аквинским, как, там, с Гегелем, что Гегель свой метод снятия, он изобрел еще будучи обычным читателем текстов. Когда он, там, читал... Процедуру обработки. Да. То есть, он сначала это сделал, а потом только, ну, как это... Образовал как метод. ...принятил некую философскую штуку. Ну, что, на мой взгляд, довольно так, ну, интересная идея. То есть, вот так, я бы сказал, креативная. То есть, ну, если этот метод использовать, то можно вот философию любого штуки вывернуть, ну, как бы, в обратную сторону, ну, там, или... И тогда, получается, действительно, что важны, оказываются, малейшие, там, биографические детали, подробности жизни, творчества, да, особенно творчества, и так. Ведь, смотрите, стол, как бы, нужен всем, да, пишущим людям, да. А у Фомы, вот, видимо, было такое пузо, что ему... Он не мог достать там вот это стола, ему пришлось сделать выемку эту в столе, да, специально, чтобы... Стол подручный, да, вот, чтобы локоть там не висело, было удобнее писать. То есть, вот такие, действительно, детали, а тут вот сейчас я сказал подручный, и мне пришло в голову, что это еще и влияние Хайдеггера с его подручностью, да, вещей. То есть, вот, вроде бы, там абстрактно Хайдеггер рассуждал о вещах там, что функциональная такая подручность определяет их особенности, а конкретизация, она вполне возможна вот в таких деталях, да, что не всякий стол подойдет конкретному человеку. И для Фомы понадобилась выемка, гнездо, так сказать, да. То есть, тут и интересная конституция, особенности мебели, вот, дизайна, да. И получается такая сложная конструкция, да, эргономическая, вот, мебель, человеческая машина по производству текстов. Предал аскетические идеалы христианства, нажил пузо. Ну, они же и пиво, монахи там изобрели, так что... Ну, монахи были теми еще аскетами. Ну, вот интересная мысль, философия как часть медийного пространства. И как его своего рода, ну, что ли, запасной двигатель. Интересная мысль. Двигатель? Запасной. У меня основной. В этом, просто в таком развороте, получается, что вот, роли философов несколько уменьшается. То есть, получается, что вот формат технический, ну, вот, изобретение книгопечатания, ну, больше повлияло на философию, чем конкретная там философия. То есть, ну, то, что они вошли вот в этот формат, да, там, с разветвленной индустрией, где там есть наборщики текста, есть там наборы ссылок и так далее, оно уже предопределило, ну, скажем, выход на новый уровень философствования, ну, скажем так, через производство такого рода текстов, да, не только производство, но и потом, ну, потребление, чтение. И точно так же можно сказать, что изобретение интернета, ну, если так уже сейчас, оно уже предопределяет новую некую философию. То есть, которая, ну, вот, ждет через кого бы, ну, как бы, проявиться, то есть, кто станет, скажем так, глашатым этой новой философии. Ну, там мы еще будем Ланира рассматривать манифест, так что, да, глашата и есть, да, и медиагуры всех хватает, вот. А вот интересная, действительно, такая проблематизация контекста, да, создания текстов. Получается, что вот есть там оригинальные мыслители, которые, да, задают целые направления в философии, основатели целых традиций, а потом вот раз выясняется, ну, да, это вообще казус какой-то, да, там поставили вот очередной том, там, после физики и назвали метафизикой. Вот, то есть, что это вообще? Получается, роковое стечение обстоятельств? Или, действительно, там философ, как пишущий человек, оказывается в плену у техники, технологий своего времени, вот он, были ли там, скажем, какие-то устройства для заточки пиратом, мусиного, да, или он чем-то другим мог писать. То есть, вот, привязка к таким техническим деталям и подробностям может обнажить условия жизни, да, соответственно, насколько там ему удобно творилось и как стимулировало, вдохновляло на какие-то новые идеи. Но не впадаем мы в таком случае в такой детерминизм, да, вот. Чуть ли не вульгарно-материалистический, да, вот, когда... Вульгарно-технический. Вульгарно-технический, да. Вульгарно-технический. Да, техницизм вот пресловутый, когда все, действительно, сводится. Я первоначально, когда мы начали говорить, подумал, что действительно похоже на то, что действительно, ну, приблизительно на то, о чем говорил Иван, как-то понимаешь, что что-то не спровергается. А с другой стороны, я подумал, что, собственно, не спровергается. Если мы, например, пользуемся... Ну, можно разными определениями философии пользоваться, но, например, если использовать одно из самых простых, который был в Делюс, философия как творчество концептов, да. У нас какие-то философы, которые творят концепты, которые являются, ну, там, более-менее влиятельными, или очень влиятельными, они будут возникать по-прежнему. Другое дело, что не спровергается вот этой вот подстановкой вопроса идея беспредпочесылочности философии. Она, в свою очередь, завязана на идею большого автора. Но, с другой стороны, мы же живем в эпоху после Барта, смерть автора уже состоялась, но декларирована. Соответственно, если мы даже доказываем, что Фома Квинский не все из себя вытокал как паук, по известной метафоре Фрэнсиса Бэкона, а что-то переосмысливал из той эпохи, в том числе и технологий, скажем, связанных с обработкой, передачей сообщений, то ничего такого страшного в этом нет. В конце концов, сам Гегель говорил, что в философии есть эпоха современной и постигнутой мышлением. То есть, ну, можно, конечно, себе представить идеального беспредпосылочного философа, который из себя вытокал какую-то собственную систему, но понятно, что эта система не будет интересна никому. Здесь важнее то, что из этого текста получается, что именно скорость включения творцов-концептов в новые способы обработки информации и порождения новой информации будет определять влиятельность, востребованность этих творцов-концептов. Если говорить по-другому, вот когда Саша говорит о том, что современные медиа уже породили свои философы, у меня закономерный вопрос, какие медиа. Потому что мы живем в эпоху, когда, скажем, технология, которую еще застали какие-то великие философы технологии телевидения, когда мы можем найти какие-то интервью или выступления... Клювин, как гуру телевидения, да? Да. Других березов самого этого самого Макана... Оно сменяется другой эпохой, эпохой, собственно, компьютерных каких-то обработок данных и компьютерных, условно говоря, презентаций, да? Которые уже существенно отличаются. Мы с вами понимаем, что это уже не книга, это уже даже сейчас все больше не видеолекция, да? Это скорее какие-то другие формы, я вот даже не могу сказать... Видеоинсталляция. Ну, но отчасти это скорее уже сетевые формы, связанные с Facebook, например, да? Ну, там, скажем, существуют... Ну, вот эти вот самые, о которых мы говорили, наиболее влиятельные умы и интеллектуалы, которые порождают какие-то идеи, они вполне уже делают, ну, взять Владимира Мацкевича, который, там, ему что-то пришло в голову, и сразу это постит в Facebook, и это сразу же начинает обсуждаться, сразу начинает аудитоваться. И, ну, это уже новая схема порождения текстов, презентаций и обработки в том числе, да? Связанная именно с сетевым сообществом философов, с сетевой, медиа, обработкой текстов и так далее. Ну, да, вот можно даже сравнить вот ход обсуждения Китлера, как он говорит, как строил там Фоман, скажем, да, свой текст, там разбивал на абзацы, вот отделял там пробелами слова, да, таблички ставил, и это можно посмотреть, как в интернете происходит, да, в тех же блогах, в аккаунтах, то есть там мы уже видим гипертекст, а гипертекст он же не линейный по определению. И, соответственно, когда читаешь с первым там посудом, да, первый пост, проблем нет, как бы ключевая идея ясна, а дальше начинается коллективное сотворчество. И вот эти все с разных сторон набрасыванные комментарии, которые надо еще увидеть, раскопать там отдельные ленты вот эти все, да, отдельные ветви этих диалогов, и они даже не видны могут быть, то есть нужно еще действительно вот эти процедуры, да, действия осуществить, чтобы раскрыть текст там новые ходы. И во всем этом ветвящемся, во всей этой структуре нелинейной получается, что и автора-то нет, автор, как бы, он задал движение, задал процесс сначала его, а дальше этот процесс у нас само собой не собирается. Я бы сказал, коллектив все-таки не слишком бы ему доверял, потому что нужно же вообразить себе, что Фома Ахминский тоже не просто так пишет, за ним стоит коллектив очень здоровых схоластов, которые регулярно обсуждали на дебатах полемические теологические доктрины и вообще по-настоящему вот эту медиатехнологию, там Китлер не говорит, что в принципе нужно усматривать как технологию базовую сумму, именно поэтому Фома Ахминский там сопоставляет разные точки зрения, за и против, да, потому что это выработано было там. Но другое дело, что действительно сама по себе коллективность, она просто, ну, почему я немножко против этого термина, потому что она может мыслиться просто по-разному, да, коллективность авторства в том числе. Если мыслить её как систему, скажем, межсубъективную, то да, я согласен, но если её мыслить по идее коллективного субъекта, то я тогда не согласен. Потому что разница здесь такая, одно дело куча народу, которые говорят друг другу, и кто-то может выразить это общее мнение, но именно как хора, да. А другое дело, когда сказать просто мы все за это, такие у нас образы философии тоже есть, но просто, ну, там, скажем, современные там сети, они предполагают, что всё-таки каждый раз, когда я говорю, это я говорю, если я ссылаюсь, то ссылаюсь на конкретного человека, то есть это, если не коллективность, то такая вот полифоническая скорее, да. Если это социальность, то социальность, ну, там, ближе к идеологической социальности, чем к социальности коллективной, собственно, вот этой вот размывающей деятельности. Но тут возникает сложная проблема, которая постоянно тяготет этим философией. Проблема совместимости философии с медиапространством. Она часть медиапространства, но она одновременно его, как бы, выходящая за пределы часть. Почему? Потому что, во-первых, философия – это всё-таки в большинстве случаев часть элитарной культуры. Вот как только она начинает выходить на массу, она, ну, в значительной мере профанирует идеи и начинает их излишне, так сказать, излагать, во-первых, весьма упрощённым языком, а во-вторых, сама подлаживается под эту массу. В массе же, которая является потребителем масс-медиа, возникает своего рода бегство, феномен бегства от философии. То есть масса людей, особенно вот в наше время, да и раньше тоже воспринимает философию как нечто туманное, насыщенное какими-то такими сложными терминами, что очень трудно понять. Философы, мол, витают в облаках и так далее и тому подобное. Точно так же в массе в определённые периоды наблюдается бегство от философии, точно так же, как в ней наблюдается бегство от свободы. Вот, поэтому, конечно же, философия, будучи, так сказать, своего рода первоисточником культуры, ведь вся культура насыщена какими-то мировоззренческими открытиями, положениями и так далее и тому подобное. Вот, философия, конечно, литература, если она действительно высокого уровня литература, то она насыщена философией. Обыденное мышление, оно тоже проникнуто мировоззрением, значит, оно касается как-то философии. И поэтому, естественно, а возьмём, например, журналистику. В журналистике можно встретить самые различные идеи мировоззренческие, так? И там идёт постоянная борьба идей. Конкуренция, даже конкуренции не назовём, в полейниках. Вот, и, естественно, что какие-то мировоззренческие вопросы постоянно поднимаются. Но масса людей воспринимает только то из всего этого, что касается и её обыденной жизни. Вот это большая проблема. И её, наверное, вот и можно обсуждать на основе этих киров. Но я бы всё-таки тоже с этим не согласился. Да. Мне кажется, мы ушли от изначального Китлера куда-то... Куда-то Титлеру. Куда-то вглубь, как бы... Философия. Ну, да, мы как бы отвлеклись от медиафилософии или философии-медиа. Ну, вот этих вот, как бы, двух вещей там... Не, ну, Лев как бы ещё начал от этого отталкиваться, но ушёл в массу. Да, да, да. То есть, посмотрите... Вот что Китлер там говорит. Он, в принципе, как бы не лезет вглубь, допустим, того же Фомы, а он обращает внимание, как Фома работает с текстом. Он говорит, что Фома себе не может позволить дробить текст на цитаты. Он не может использовать кавычки и выдернуть что-то из священного текста какой-то кусок. Он берёт целиком весь этот текст и потом какими-то ссылочками там, комментарии к цельному тексту. И он говорит, что дальше вот эта культура цитирования, она начинает дробить текстом на фразы, потом уже на конкретные слова. И тем самым позволяя, ну, людям использовать эти слова, уже вырванные из контекста, ну, цельного какой-то философии. И это определённая, ну, скажем, техника, которая формирует дальнейшую философию. Вот там, там даже можно так заузить немножко, не столько медиа, сколько медиатехника, ну, Китлер говорит. То есть вот эта вот возможность обращаться с текстом, какие-то методы работы с текстом, они определяют философию того, кто, ну, берёт на вооружение эти методы. То есть, и вот мне кажется, если вот это удерживать вот эту нюанс, да, то мы должны смотреть не то, что там пишут в соцсетях там журналисты, а те, ну, вот технические, как бы, вещи, которые, ну, там, ну, допустим, в масс-медиа, да, вот, а это, например, в масс-медиа, когда один вещает и миллионы слушают, да, то есть вот, вот этот вот метод, он какого рода философию там проводит? Ну, тоталитарную, по сути. То есть это вот большие такие нарративы, которые, ну, претендуют на то, чтобы управлять сразу всем обществом. Ну, развитие медиа и делание их более демократичными, когда ты, ну, там, начинаешь с того, что ты можешь дозвониться в прямой эфир, там, поговорить, да, заканчивая тем, что вот в этом массовая коммуникация социальной сети, когда каждый, в принципе, с каждым может общаться. Вот этот вот метод, что каждый с каждым, какой она порождает, ну, в следующий виток? Ну, в принципе, я не знаю, этот постмодернизм уже, как бы, ну, это какой-то новый виток постмодернизма, когда, в принципе, каждый сам себе философ там, ну, и вообще, вот, высказывание, оно, действительно, вот, авторство теряется за счет чего? Потому что ничей голос не звучит достаточно громко. Ну, потому что множество, многоголосие такое. Ну, авторитета, да, вот такого уже... А авторитет на чем? Ну, авторитет на чем? На том, что он сначала заработать нужно, авторитет. То есть... Если Дэбиоз это позитивно воспринимает, то Бодриар воспринимает это уже как трагедия. Ну, тут, как бы, я пока от оценочных там, может быть, воздержался, а вот вернулся еще, вот, чем мне интересен вот такой ход мыслей, он позволяет, в том числе, заниматься определенной германинавтикой философии. То есть, чтобы понять чью-то философию, в том числе, бывает полезно понять техники, которыми философ на тот момент обладал. То есть, как он читал, как он писал, как он взаимодействовал с другими, ну, в какой медиареальности, назовем так, он был включен, что, ну, позволило ему делать те высказывания, которые он делает. То есть, это как дополнительная, ну, оптика для германинавтики чьей-то философии. Ну, особенно вот с Гегелем, когда дальше, что его, ну, не зная вот этот метод его с карточками, как бы, ну, наверное, его труды, может быть, и не просто было понять. Не, ну, это интерпретативная схема. Другое дело, насколько глубоко она позволит продвинуться. Скорее, это, действительно, одна из форм германинавтики. Можно другие какие-то использовать. Можно использовать психологическую германинавтику, изучив личность. Можно историческую германинавтику. Я просто, да, германинавтики бесконечное множество, но это медиатерство. Но это конкретно такая, ну... Я согласен. Я просто вот относительно того, что Иван говорил, если связывать это с тем, что раньше мы начали обсуждать, вот можно было бы выйти просто на под тему образования значимости в современной философии. То есть вот я бы не сказал, что философия перестала так сильно звучать, но только важно понимать, что такое философия. Если мы говорим об академической философии или академической размерной философии, то да, она, конечно, звучит сейчас совсем по-другому. Но если мы говорим о... Ну, в конечном счете, Маркс долгое время не был академическим философом, он был скорее антиакадемическим философом, но он звучал. И вот как в новых медиа нужно, сам условно говоря, как можно обнаружить философа там, да, и что можно сделать, чтобы стать философом в этой вот новой среде, в которой академическая представленность, ну, там, PHD какой-нибудь, оно вообще ничего нам не дает для того, чтобы понять, что человек философ действительно, или человек философ. Почему? Нет, ну, если академическое сообщество, то там это работает. Оно строится, как бы, лучше сказать, в реальной иерархии. Академическая философия как раз немножко уходит. Тем более, что есть еще оборотная сторона, о которой, в общем-то, стоит сказать, то то, что медиа действительно противятся академической философии. И потому что академическая философия ориентирована на новые и старые формы, я не могу в Фейсбуке выкладывать целую монографию, да? Как насчет Google? Ну, да, как бы, кажется, вот, чтобы... Ну, то есть, когда мы говорим, что там что-то про Фейсбук, то мы имеем в виду конкретное медиа. Медиа, ну, там, вот, Фейсбук, да? Да. Фейсбук. Социальные сети. Да. И какие-то тут высказывания, они могут претендовать на философское, могут не претендовать там. То есть, ну, в разные контексты, это общество. Кикер, как бы, он, ну, как бы, гораздо шире просто смотрит. То есть, вот, если подложить вот его логику, скажем, до, там, современных медиа, ну, или, там, ну, современная медиа. Они подразумевают какие-то техники, там, медиа-техники. И вот эти медиа-техники, ну, вообще подразумевают некую новую философию. Ну, саму, как бы, ну, философию, как... Форму развораченной мысли. Да, как форму, прежде всего. А уж, чтобы быть, ну, философом, то это все равно нас не избавляет от того, чтобы сделать философское высказывание. То есть, и только тогда тебя могут либо распознать, либо не распознать. Но это, ну, как бы, на этой оптике мы, ну, наверное, не можем ответить на вопрос, удастся ли сказать новое что-то или нет. Ну, то есть, медиа, как бы, вот, с этой точки зрения, они дают площадку, где-то высказывание можно сделать. Ну, это же можно и на радио, и на телевидении. То есть, как бы, можно книжку по-прежнему написать. Еще раз обратить внимание, что Кентлер как бы намеряет на том, что смысл высказывания определяется техникой. Не то, что ни одно и то же высказывание. Не совсем. То есть, я вот у него такого не увидел, что смысл, он говорит, что внутри высказывания, то есть, на само высказывание огромное значение влияет техника. То есть, которая... Ну, логика построения высказываний, то есть, она форняется под влиянием медиа-технологий. Подожди. Если вот там представится, допустим, Фома Аклинский, то есть, он вначале, ну, как бы, загрузил там в себя нечто, а потом сделал... Детцов Церкви и Аристотеля, там два источника. Ну, то есть, он загрузил там два источника, затем сделал высказывание. Вот. И Кетлер анализирует, собственно, вот, ну, не содержание, а, ну, способ вот этого высказывания. То есть, в каком... Ну, как оно построено? Способ производства, кстати. Да. Моргазийский. Способ производства новых техников. Моргазий еще раз. И он, конечно, через этот способ можно понять, ну, как бы, философию эпохи. Ну, не просто Фоми, а целые эпохи, которые... Подожжена в конкретном медиа влиянии. Но здесь еще раз обратите внимание, смысл апелляции к лингвистической философии именно то, что форма никогда не является полностью индиферентной к содержанию. Это значит, что, например, если Фома Аквинский организует свое высказывание определенным образом, то есть содержательно оно будет уже... Здесь я просто могу тебе показать, как это работает через опосредование. Ты вот то, что нарисовал, это методика организации текстов, обработки и организации текстов, да? Дальше за ней стоит методика работы мыслительной, да? Которые являются фактически калькой с этого. Перенесенным, интериоризированным формой. А дальше сообрази, когда он начинает, например, говорить о взаимоотношении, например, Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа, он будет склонен те же самые формы собственного мышления объективировать и опредмечивать как свойственное как раз тому, о чем он говорит. И тогда это будет уже перерастать в содержание. То есть получается, что триада, божественная эта триада, троица, в итоге получается как... На выходе получается некий троичный код, который уже определяет форму мышления. Ну, тут с чего мы начинаем? Форму определяешь и содержание. Ну, тут опять же, если методологически, то тут как бы способ... Ну, дело не высказывания, да? Заключенный способ написания текста, работа с ссылками и так далее. То есть он подвигает анализу, ну, вот эту часть, да, там... Ну, как отсюда что-то попадает сюда, вот для меня, ну, как бы, поскольку я... Красненькое это что? Это, ну, способ делания вот этого высказывания. Ну, то есть это была книга, это особый вид цитирования, особый вид там, ну, как бы, даже язык, который он использовал там, ну, еще более там категории философские можно выделить. Ну, то есть это как бы, как мы делаем это высказывание. Ну, то есть он что-то хотел сказать, ну, как-то сделать сборку этих двух, и тот... Как он это... Ну, да, форма, там, там, все, весь набор методов и так далее. Иван, здесь речь идет о номинализме, фактически. То, что он предлагает здесь, как работающую схему, это схема номинализма. В рамках номинализма, фактически, особенно современного, считается, что никакой нашей мысли по-лиминам выраженной, организованной в языке, а у него, получается, медиа, нет. То есть, вот, если Фома Аквинский сам говорит, у меня есть, например, мысль, эту мысль я могу выразить одним языком или другим, одной формой или другой. И это, в известном мере, безразлично, но я могу это сделать более корректно или менее корректно. Лингвистический философ скажет, что никакой мысли, помимо языковой мысли, у меня нет. Мысли портаются в языке или языком. Да, на английском языке у меня будет одна мысль, но если на русском языке... Предположим, что это математические. Тут есть 3, а тут 2. А почему 5? А дальше? Тут есть разные операции. Условно, на каком-то стадии развития у нас есть только сложение. На каком-то получаем умножение, а где-то возведение в стекле. Так вот, от того, до какой операции в развитии методов дошло, выход будет разный. И разный, в том плане, что это разные природные вещи. То есть, из двух и трех на входе абсолютно не следует, что получится на выходе. Вообще в это не заложен. И, соответственно, он работает по содержанию с одной стороны, а с другой стороны используя доступные на его момент мыслительные техники. Ну, и медиа техники. Тут еще проблема кодирования встает. Дополнительная операция по порождению смысла. К связыванию. Есть набор знаков каких-то математических или естественных языках? Я, например, вел как максимально отставленный язык. Понятно, что он использовал тексты богословские, которые, в принципе, по идеализации равны числу. Это логический слуг логической схемы. Я просто, чтобы объяснить вот это развитие метода, что возведение степень появилось только в какой-то момент, скажем, как развитие математической мысли. Можно еще продолжить. Операции, которые можно сделать. Их довольно можно длить очень много. Ну, я зачем это делал? Что содержание не элиминируется. И содержание, оно не включает напрямую... Ну, когда мы получим, там, возведем степень 3 в 2 или наоборот, мы получим какое-то число 8 или 9, например. И в этом 8 и 9 не содержится напрямую операция. Ну, тогда получается, что ты фактически ответил на вопрос, как стать крутым современным философом, на мой взгляд. То есть, вот эти 2 и 3, они должны быть с философской информацией. А вот сама логическая операция, которая происходит, обработки текстов и так далее, она должна быть с современными медиа, например, компьютерами. Ну, вот давайте самого Китлера посмотрим. То есть, до него, там, возможно, уже была некая философия медиа. Ну, и, как бы, делались высказывания, там, про медиа, которые философствовали по этому поводу. И он захотел сказать что-то новое, что еще до него не говорили. И он взял, просто перевернул и получил отличный, как бы, инструмент сказать что-то, что до него еще никто не говорил. И теперь, как бы, он для нас, ну, зазвучал. То есть, в этом, ну, в этой операции, может быть, ну, скажем так, может быть, мы чего-то и не найдем для себя, но сам вот этот ход, ну, по сути, методологически, да, вот, методологи этим пользуются, там, я имею в виду металлическая школа. Но вот сам этот ход, он и есть на новая операция, которая позволяет, ну, вот, было медиа и философия, он выглянул в медиафилософии, вместо философии медиа. Да, можно еще как-то там, ну, их, ну, разные операции, но, по сути, это производство нового. Да, в конце. Он даже там предлагает, сейчас скажу, техника, философия техники, да, какие-то. Да, такое можно с чем угодно делать. Ты говоришь здравые вещи, но я бы здесь поспорил единственное, во-первых, с неограниченностью логических операций, я бы сказал так, что элементарные логические операции, они все-таки известные. Даже то, что вот ты сейчас прописываешь, как известный методологический ход, ну, люди, которые знают традиционную логику, для них в этом тоже ничего нового. Это элементарная операция по работе с понятиями, да? Формализация, да. Когда мы делаем какие-то методологические блоки, блоки операций, да, то тогда, условно говоря, десятка кримитивных логических операций мы делаем уже более сложные операции, да. Их меньшее количество. Но я говорил о другом, о том, когда стоит, вот предположим, Фома Аклинский или Владимир Мацкевич, вот кто, собственно, проводит логические операции, и он способ организации логических операций начинает рассматривать как характеристику не только самого себя, но и предметности, которые описывают. Характеристика предметности... Вот смотри, условно говоря, вот тебе еще один пример. Был иранский чрезвычайно известный поэт Хафиз, он считается вообще поэтом поэтов, самый главный поэт. Когда я был на его могиле, я спросил, соответственно, местного товарища, который нас туда привел, а почему, собственно, что он такого нового сказал? Но что-то он подумал и сказал, ну, вообще была огромная иранская поэта, ну, она по-другому называлась, называлась и арабская, и персидская. Он вобрал в себя все эти тенденции, сделал красивую трансформацию и выдал это в качестве очень красивого... То есть, ну, по факту у нас получился супер-библиотекарь, который взял кучу книжек и переписал это в другую совокупность книжек, в которых он сделал это красиво, да? Я писал все в красивом посерке. Если философа сводить только к, условно говоря, такому переписчику, такое возможно. Мы некоторых философов можем такими увидеть. Аристотель, собственно, один из таких философов, который систематизировал очень много. Это действительно возможно. Второй уровень, когда мы включаем какую-то дополнительную информацию. Например, я отслеживаю не только уже написанные книжки, а ввожу что-то новое. Ну, мы, вернее всего, когда говорим, например, о Пушкине, мы говорим, что какие-то новые принципиально темы туда включили из жизни, не просто из других книжек, да? Это какая-то вторая штука. Но вот насколько я понимаю, даже не понимаю, что меня зацепило вот в этом тексте, это возможность порождения некоторых содержаний, потому что некоторые будут действительно взяты из вот этих два-три, некоторые будут взяты из действительности непосредственно, но ряд содержаний будет порождены самоосмыслением самого философа. То, как философ обдумывает вот эти логические операции, как отражающие антологию, а не только его собственную методологию, да? Поскольку наша мысль есть тоже в определенном смысле вещь, относящаяся к бытию специфическим образом, но относящаяся. Ну, мне тут как бы не очень понятно, потому что антология для меня это просто то, про что мы думаем, а мысль это как мы думаем. Ты можешь думать о мысли. Либо, ну да, либо мы смотрим на то, про что мы думаем, либо мы на разделочный стол уложим свой способ думания. Ну, задавимся вопросом. Ну, то есть, у меня как бы только два. Вы сейчас третий какой-то вводите? Нет. То есть, препарировать собственную мысль? В принципе, занимаются методологи, да? Ну, так да, они этим уже занимаются. Да, этим занимаются философы всю жизнь, когда они пытаются понять, как правильно мыслить. И просто вопрос в том, когда Фоми Атвинском он говорит, это еще не так явно, как когда он говорит о Гегеле. Потому что для Гегеля способ философского размышления через идею того, что философ воплощает в себе дух, в частности, в общем-то, и абсолютный дух, да? Она выходит на саму конструкцию того, о чем мыслит философ, то есть это вот самый абсолютный дух, да? И, да, действительно, это мысль на столе, да? Мысль, которую я препарирую. Но в какой-то момент я все-таки пытаюсь посредством рефлексии не просто препарировать какую-то чуждую мысль, а говорить именно о своей мысли. Другой вопрос, если так говорить, так условно говоря, мы можем соответственно поставить вопрос о том, какой из, условно говоря, материалов, которые обрабатывает философ, должен быть, например, приоритетным. Ну, в качестве одного из возможных, в продолжении рассуждениях. То ли это действительно, если я мыслю о чужих текстах философских, то тогда я философ, то ли, когда я мыслю о действительности, тогда я в большей степени философ, то ли, когда я мыслю о самом себе, как основном источнике содержания, именно тогда я философ. Философ может вбирать в себя все эти поставки. Да, но это является главным. Это ж не так важно. То есть, я думаю, что ценность вообще философа, это действительно сказать мило что-то новое. И это новое может быть превращением как на онтологическом поле, так и на оргдеятельностном, ну, выражаясь онтологическим языком, то есть это две доски. То есть, есть, конечно, великие философы, которые мало того, что много чего наговорили, как Маркс, так он еще и метод особый ввел. То есть, собственно, методологи Марксов интересуют именно из-за метода, а не то, что там, им не так интересно, что он там наградил про капитал, сколько про то, как он вообще это все делал. Вот. Вот. Поэтому… Это очень важные, как бы зафиксированные штуки, касающиеся… Есть просто закон, я его, к сожалению, сейчас не помню, в соответствии с которым никогда идея не становится известной благодаря ее автору. Это всегда интерпретатор. Это всегда интерпретатор, но при этом крутая величина, которую начинают слышать. Потому что изобретателя людей никто не слышит. Слышит Аристотеля, потому что он создатель лике, слушает Платона. Я в качестве примера просто приведу один из самых известных. Это вы как-то печалите, что вам не стать известным при жизни. Нет, нет, нет. Без продюсера не обойти. Так, так как это было понятно, во всех университетах читают, что Конфуций высказал золотое правило нравственности и не делал другими, чего не хочет, чтобы делали тебе. Это вы во всех университетах, во всех этиках, во всех философиях. Открываем Дунь-Юй и что вы там видели? Ученик приходит к Конфуции и говорит, Я придумал классную идею. Не делай другим, чего не хочет, чтобы делали тебе. На что Конфуций говорит, так поступить невозможно. Всё. А потом опубликовали это. Отсюда морально. Почему мы говорим Конфуций? Почему мы говорим Платон? Опять же, Платон вспомнил. Он пересказывает огромное количество идей, которые были распространены на тот период времени. Потому что они значимые величины. Любой философ достраивает великую философскую стену. Он стоит на плечах гигантов, которые доступны ему в тот момент. чтобы потратянуться и положить новый кирпичик на стену знания, опознанного и так далее. Ну, в принципе, мне кажется, что тут дальше топтаться. Давайте дальше в текст. Потому что, по большому счёту, это мало отличается от научной работы. Когда есть знаемое и незнаемое, и на формальном уровне надо выйти сначала на границу незнаемого, и только потом сделать приращение. Вот это и весь принцип. И в философии просто сложнее, поскольку философия не выстроена так, как наука, линейно. То есть есть множество философий, вернее так, множество дискурсов философских, которые, ну, как большой взрыв, они разлетаются во все стороны одновременно. Поэтому надо как бы за что-то зацепиться, встроиться в традицию, дойти там до какого-то предела и попытаться что-то добавить к этому пределу. То есть либо стать, ну, как это, за счёт систематизации. То есть это тоже, по сути, что новое привносит систематизатор? Систему. Как раз вот система и есть то новое, что даёт возможность, ну, там, следующему поколению как-то наращивать. То последнее, что ты сказал, есть гораздо ближе к Китлеру, поскольку принцип организации чужих знаний здесь совершенно очевидный. Найти наиболее эффективный способ организации, ну, и там уже дальше. Я просто в качестве примера отступления скажу. У меня было когда-то тоже такое представление, что философ должен сказать что-то новое и всякое такое. А потом я столкнулся с фактом, который мне показался абсолютно безумием. Это то, что люди, которые занимаются библиотечным делом, получают образование библиотекарей, защищают диссертацию по библиотековедению у нас, они получают звание кандидата в философских наук. Я подумал, какое безумие. А чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что в этом-то и есть, то есть по-настоящему. Кто такой Энгерто Эйко и почему мы его считаем величайшим философом? Это супербиблиотекарь нашей эпохи. Кто такой тот же Кант, Гегель, Аристотель, тот же Конфуций? Это супербиблиотекари условные. Супербиблиотекарь это не человек, который сам создает библиотеку. Он руководит людьми, которые создают библиотеку или университет. То есть вот ту самую систему знаний. Тогда, да, становится понятно. Единственное, что тогда возникает вопрос, насколько мы можем доверять тенденции философов принципы каталогизации, принципы обработки информации вкладывать как предметное содержание в какие-то свои разработки. Я бы последовал призыву Ивана и внес некоторую струю. Просто мне показалось даже непонятным несколько, что в тексте лишь упомянут там буквально в предпоследнем абзаце Лебнец. И он тут не при делах оказался, а вот мне кажется это та фигура, которая буквально рубеж такой наметила от перехода от одной эпохи к другой. От, скажем, чисто спекулятивной метафизики к новой какой-то инструментальной философии. Потому что для Лебнеца цифры становятся инструментом не только, как у Пифагора, постижения сущностей каких-то общих принципов универсальных, но и инструментом создания новых языков. То есть он буквально номиналистические вот эти принципы, он их реализовал через язык математики. И получается, ну у него тут не три, два, а один, ноль. Единица для него это абсолютное как бы присутствие Бога, а ноль отсутствие. То есть это некая полнота, это пустота. И с одной стороны, ну да, там классический метафизический подход, некие абстрактные сущности, все и ничто, полнота, пустота. Но найдя для них подходящую такую цифровую форму, Лебнец на этом не успокоился. И что он делает дальше? Он начинает их комбинировать, используя как элементы, действительно для составления новых там языков, новых комбинаций, новых вариаций. То есть Лебнец, ум Лебнец работает как искусственный интеллект. Лебнец это биоробот. Сложные конструкции. Вот он сделал этот решающий шаг для следующего ключевого хода. Вот Хитлер там фиксирует, что переход состоялся, когда компьютеры, да, появились языки программирования. Вот эти коды, бинарный код стал использоваться для создания языков программирования. И тогда мы от чисел как, ну там, элементов математического языка, как символов, обозначающих нечто количественное, мы переходим уже к действию, да. То есть есть не только форма и содержание там, да. форма числа и его смысл. Это три каких-то объекта. Три отдельных там единицы. Вот. Но и действие, да, сюда еще включается. То есть мы, используя вот этот бинарный код, создаем такие числа, которые уже не только значат что-то, но и запускают процесс. Да. Приращение некой сложности, динамики вообще, разбивает вот эту спайку в формы и содержание и вводит еще некое там третье измерение, измерение уже действия. А это как раз переход на новый уровень, совершенно новый уровень. Вот. Языки программирования это не просто способ описания реальности, это способ фиксации данных. И тоже не просто там набор каких-то сведений вообще, а именно сведений запускающих процессов. Ну, инструкции. Да. Как инструкции для действий. Создание виртуального. Да. И после этого стало возможным вот создание нового измерения, вот этой виртуальной реальности. Ну, это уже как бы мир техники, да, получается. Аналогом его выступают вот эти математические отчисления, а они еще все-таки, получается, действуют уже как алгоритмы процессов в счетных машинах. Собственно, в нашем разговоре тоже ведь создается виртуальная реальность. Например, в снах. Вот мой приятель из Академии наук Колесников, он как раз, значит, ну, он на синергетике строит, так сказать, свои философские положения. Он недавно делал доклад там, в институте философии. Вот. Там присутствовали, значит, компьютерщики, которые там, значит, работают в институте, бывшем институте кибернетики, ныне институте информатики, так. Вот. Так он, значит, строит реальность как своего рода, что ли, синергетическую машину. И он, значит, на компьютере проигрывает различные варианты. Он, например, очень интересно показывает, как, скажем, происходит возникновение самых различных эволюционных процессов и как, значит, в виртуальной реальности компьютера, скажем, ну вот, скажем, процесс тепловой смерти Вселенной, он показывает прямо, значит, в случае, если, значит, существует, значит, взаимодействие закрытых систем. И прямо на компьютере там угасают эти, значит, очень интересная теория. Ну да, не знаю, как они угасают. Там же фракталы. Да, фракталы очень много занимаются, да. Которые порождают опять вот как бы из самих себя все новое. И в каждом там новом элементе будет содержаться исходный элемент, в котором опять же все... Да, 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 ветвление. Вот эта вся обратимость... Да, это ветвление. Ветвление, да. Ветвленность на самих себя. Это вот... Ну, в принципе, это же... Я хочу с ним... Это там у Китлера было. Я хочу с ним диспутер, говорю, давай, там он стал. Может быть, кто-то из вас захочет участвовать. Вот. Там, значит, этот самый Спасков, знаешь Спасков? Вот он... В Росституте философии. Да, в Росституте философии. Он секретарь этой комиссии. Вот он там устраивает интереснейшие... Но я не всегда могу туда попасть. Они утром участвуют. Они утром очень сложно туда добираться. Вот. Диспуты различные. Там, значит, он... Ну, семинар он ведет. Значит, такой научный... Типа научного клуба собирает там. Было бы желательно, чтобы... Вот, если возвращаться к тому, что мы говорили... Я сейчас подумал, что здесь есть еще одна идея. Вот, когда мы говорим о технологическом детализме, мы фактически... Вот все, что обсуждали, это практически вещи, которые завязаны. Вот этот медиа-технологический детерманизм. Я все время... Ну, то есть, был погружен в этом смысле, да? А вот когда сейчас мы начали вылазить, это понятие действия пытается сейчас обвести, перспектива мысли, которая, если мы за пределы номинализма выходим там, возникает... Мне вот как-то это напомнило тему, которая там активно сейчас осмысляется, она связана с рассказом Теда Чана «История твоей жизни», по которому снят очень неудачный фильм «Прибытие», но тем не менее. Идея того... Опять же, ты когда говоришь о том, что Лейбнец задал систему дифференциального исчисления, которая долгое время там теплилась только в математике, а сейчас вдруг внезапно она стала супер-языком, который вроде бы описывает всю нашу мысль, и, соответственно, если мы вспомним, что сами логики обычно любят говорить о том, что математика является производным исчислением логики или превращается в форму логики, то тогда мы выходим на очень интересную другую идею, а именно того, что математика лишь один из способов отражения мысли. И возвращаемся, опять же, к лингвистическому детерминизму, к языковому детерминизму. А вот у Чана идея такая, со спойлером сейчас, но в фильме она есть. По-настоящему это то, что способ письма может предопределять мышление временной последовательности. То есть, понимание времени и даже опережение. Что-то такое. В этом смысле, опять же, когда мы единичками и ноликами пытаемся осмысливать мир, мы опять же предметно начинаем мир видеть как в совокупности единичек и нолик, как в матрице сама матрица изображена. То есть, там же образ в матрице, что мы видим реальный мир, как совокупность единичек и нолик. А вот там есть идея письма. В этом смысле, система письма, которая доминирует в наше видение, и, соответственно, другой регистр речи, языка, который есть у нас, определяет причинно-следственные наши взгляды на действительность. на то, что мы чувствительны к времени, что для нас существует такая штука, как время. И вот в этом смысле перспектива, куда можно дальше двигаться, это вообще попробовать сообразить. Есть дополнительная вещь по отношению к тому, о чём я говорю, это коммуникация с инопланетянами в принципе. То есть, мы уже вступили в коммуникацию с инопланетянами, несмотря на то, что мы не знаем, существуют они или нет. на космических зондах «Пионеры Вояджа» мы сформулировали послания. Почему мы сейчас начинаем, в частности, Тед Чан, начинаем говорить о каких-то других формах? Потому что, когда мы формулировали что-то на языке математики, стало понятно, что язык математики является условным универсальным. То есть, когда мы обращаемся к инопланетянам, первое, что нам нужно сделать, это, в принципе, прояснить то, как мы пользуемся идеей цифр или чисел, как мы пользуемся идеей чисел и какими цифрами мы это отражаем. То есть, либо это единички-нолики, либо это арабские цифры, либо латинские. Для того, чтобы сказать инопланетянам, как считывать сигнал, который в золотой пластинке послали. Там нет языка математики. Там вот такие дискретные, там есть принцип дискретности, но это не один ноль, а это прерывность и непрерывность. И это должно было совпадать с частотой импульсов пульсаров. То есть, они там схему местонахождения Земли, даже прерывные линии были частота светового потока от ближайших пульсов. Да, но ты сейчас показаешь только одну схему, а там есть другая схема, где они дифференциальные исчисления пытаются согласовать с другими цифрами. И, в частности, там есть интересная тема, что они нолик заменяют на вот такой вот пробел. Потому что логично предполагать, что нолик – это вещь, которую мы понимаем, а инопланетяне могут не понять. Вернее всего, мы не понимаем. Да. То же самое, как изображение там мужчины и женщины. Да, но вот этот вопрос, который посылали в 70-е годы, а после этого огромное количество людей уже задавались вопросами. А вот даже если мы вот так языком математики это описали, насколько велика вероятность, что логическая система, используемая инопланетянами, будет приводить к тому, что они, в принципе, поймут, что вот эти вот знаки, какую мысль выражают. И вот это вот уже выводит на такие достаточно суровые вопросы относительно того, действительно ли нам следует настолько доверять номинализму в данном случае или все-таки нет. Действительно ли наша мысль предопределена теми графическими, языковыми, фонетическими системами, которые мы используем для ее выражения или все-таки нет? Ну, проблема медиасвязи с иными цивилизациями, которая была поставлена еще в проблеме с эти и так далее, она не учитывает, к сожалению, и я об этой своей книге «Универсальный эволюционизм» об этом много пишу, она не учитывает проблемы способа восприятия. Способ восприятия – это вообще специфическое явление, которое возникает в определенных условиях изначальных условиях материального существования той или иной цивилизации. Ранее проекты не учитывали, но проекты 2007 года они уже учитывают. Там есть три кодировки. Первая кодировка – это математическая такая, и уже сигналы посланные такие. Вторая кодировка, связанная с чувствностью непосредственно, это когда мы выражаем просто картинки, например, или просто звуки высылаем, предподразумевая, что какие-то органы чувств у них есть сопоставимые. Интересна третья система, когда кодируется информация на эффективное восприятие. – Что-то мы ушли от стихера к коммуникации с инопланетянами. – Нет, так мы не отклонились практически. – Мы продолжаем его мысли. – Это те же самые проблемы. – Мы с тобой общаемся. – Я не уверен, что вы с тобой общаетесь. Я пытался определить финальный тезис, которым заканчивается эта статья, но мне как-то сложновато, наверное, сейчас его фокусировать. Но я увидел, что он выводит на, как мне показалось, такую аналогию, как соотносятся software и hardware, так и философия и медиатехники. Мне показалось, что он пытается такую же аналогию провести. И сам себя проблематизирует в конце. Он говорит, что software, программное обеспечение, оно способно моделировать любое другое программное обеспечение. Но оно не способно выйти за пределы ограничений наложенных hardware. Ну, вот если там пересказать. И, как мне кажется, он в конце ставит вопрос, ну вот, что… А вот философия тогда, да, может ли она выйти за пределы тех медиатехник, поверх которых она живет? Ну, как некий… Ну, мне кажется, как раз вот через действие это и есть выход в какую-то прагматическую плоскость. То есть, форма содержания – это и есть software hardware, грубо говоря. Действие в мире компьютеров – это то, что software посылает как сигнал к исполнению hardware. А значит, этот интерфейс, он очень жесткий. То есть, hardware, ну, вот у него есть там… Ну, если совсем грубо, то один и ноль. То есть, есть сигналы, нет сигналов. Вот и все многообразие внутрипроцессных сводится к вот этой простому штуке. Я не понимаю, о чем Саша говорит, но уточняющий вопрос насчет того, что ты говоришь. Ты используешь систему, в рамках которой философия – это только то, что находится в компьютерной, в частности, машине Тюринга? Потому что у меня подозрение, что Саша говорит о том, что философия возможна как действие. Это совсем другая парадигма тогда. Ну, вот попробуем построить такую систему. Я хорошо понимаю про хард и софт. Ну, построен, пошел всегда инженер по границе. То есть, тут вот есть хард, а есть софт. Ну, базируется на стройках. Да. Ну, софта там может быть множество программ какие-то, которые взаимодействуют друг с другом, могут посетить взаимодействие с другими такой же системой. Тут какие-то протоколы взаимодействия. Но вот что является действием в этой системе? Действия… Ты сначала нарисуй пользователя. Пользователь не важен в данном случае. Мы… Здесь как раз ты и кажешь. Не-не-не, подожди. Мы… Я вот сначала эту систему разведу, а потом перейду, как мне показалось аналогии через Китлера. То есть, он, мне кажется, использует это как метафору. Ну, то есть, с одной стороны, как то, что актуальная реальность, новый тип развития медиа-техники, а с другой стороны, как некую модель, там, по поводу которой рассуждение стоит. Так вот, действия возможны, ну, вот тут, как бы, да, там действия, ну, какая-то между программами действия, и, в принципе, возможно вот такое действие. Так вот, я, как бы, абсолютизирую, вот, вот, возможность действия сюда, как ноль и единичка. И все. То есть, это, как бы, то, вообще… Понятие действия просто, уточняющий вопрос. В философии используется понятие действия, в соответствии с которым действие – это то, что производит человек, в отличие от других, любых систем. Ты используешь какое-то другое понимание. Я… Есть изменения… Только вот в этой, как бы, логике. То есть, сигнал… Подождите секундочку, действие – философское понятие действия используется? Нет, нет, я… Хорошо. Тогда скажи… Я это просто как изменения… Я ввел систему координат, в которой понятие действия осмыслено. То есть, внутри компьютера действие – это когда там пошел какой-то сигнал, и ячейка памяти изменилась с единицы на нуля. Вот это действие, которое способна совершать машина. Хорошо. Ты понимаешь действие как движение, как изменение. Да, какие-то изменения. Так вот, можно бесконечное количество действий в софте, как бы оно может запускать процессы, виртуальные реальности и так далее. А можно делать что-то с софтом, с ХГВ. Ну, ХГВ, не знаю, можем представить робота, который тут, ну, на ножках, как бы, да. И вот, если тут единичка, он ползет. Ну, да. То есть, это превращается в какое-то, ну… А, подожди. Вот, если он пополз, то это уже действие вовне, да? Вовне, да. Ну, мы можем, как бы, разделить два мира. Там, софт, как бы, ИРХ. Вот. И мне кажется, что это, как, ну, определенная рода, ну, схема имитатора. И дальше он говорит про, ну, вернее так, проводит аналогию, там, с философией, которая, ну, как софтвэр способная идея, и медиа техника. Ну, мне кажется, правильно все-таки не медиа, а медиа техника, например. И вот, мне кажется, он, вот, говорит, вот какие отношения здесь, такие же и здесь. То есть, он не просто, там, смотрит на философии с позиции медиа техники, но устанавливает определенные отношения в итоге. Вот, я так понял, концовку вот этой статьи. Мне кажется, вот, как раз выход за пределы вот этой жесткой, да, связи, где, действительно, могут быть изменения, действия только как изменения внутри системы. А вот то, что ты решил, он взял и пополз, да. Вот это уже выход вовне и в какую-то новую плоскость. Ну, давай вот нарисуем тут человека. И тест фьюринга на разумность машин. Так вот, согласно вот этой картинке, никакая машина и какой-то стюринг не пройдет. Ну, то есть, это будет скорее обманка, чем, да. Потому что вот эта система строго дифференцирована вот этой дискретностью. То есть, она вновь, она, ну, вот, вот эта вот дискретность, как бы, и задает невозможность... Я бы сказал немножко по-другому, потому что вот в чем разница между имитацией прохождения теста и собственным прохождением теста, в том, решает ли машина сама или решает за нее какой-то другой программист, например, который дал ей алгоритм решения. Ой, строго говоря, сам, сама организация тестирования уже фальсифицирует вот всю эту. Потому что, ну, если ты знаешь, что вот там с той стороны может быть как бы не человек, ты уже, у тебя алертность появляется, у тебя уже определенная... Это, это другое, но... Нет, нет, нет. Сообрази, что программу писал человек. Да, программист задает человек. Соответственно, роботов... Это не самая большая проблема, потому что сейчас уже есть там нейронные сети, семантические сети, то есть, очень усложненная, ну, вещь. Но вот... Ситуация остается той же. Программа... Смотрите тест... Не за программу пишет человек. Так, вот проблема теста Тьюринга в том, что не все люди пройдут этот тест. Да. И так далее. Не смогут доказать, что они, как бы, люди, они просто настолько тупы, как бы, что, ну, как бы... Ну, недостаточным, чтобы определить интеллектуальность респиента. То есть, он уже, как бы, ну, с философской точки зрения, он уже не полный. Но... Вот... Вот эта проблема. То есть, вот, как бы, связь строго однозначная вот этих процессов с этим, то есть, она определяет, что... Ну, как в заголовке. Если человек писал эту программу, то, как бы, из этого следует, что программа, ну... Всего лишь программа. То есть, она не может быть человеком. Ну, тогда там возвращается вопрос. А... Человек ли тот, кто писал эту программу? Ну, а... В твоей роли здесь, как робот, проходит тест на то, что он не робот. Там, в капче, да, набирают последовательности. Но фишка в том, что этого робота создал человек. Соответственно, робот – это просто рука, к которой человек... Вот эти, например, закопаться вот в этой теме, как, ну, по программистски, мне... Ну, я бы мог долго тут, как бы, находиться. Но вот этот, ну, перенос свойств этой схематизации сюда, вот для меня, он скорее, он интересен. Потому что тезис-то радикальнее. Получается, что, ну, философия – это то, что живет хором в медиатехнике и, ну, как бы, определяется ей. Только, да, только в этой плоскости, получается, через их взаимодействие. Да, и вся динамика задается этим взаимодействием. Но при этом есть же еще, получается, тут какие-то процессы происходят и меняют саму конфигурацию, задавая движение, там, какое-то эволюционное, появление новых философий, да? Ну, по сути, да. Ну, вот действительно, а где же тогда субъект, который может быть программистом, создающим новые техники, или же просто запускающим процесс, то есть включающим кнопку, там? Ну, вот, программист – это же инженер, да, и… А философ – он, ну, не инженер, да, то есть… И вот инженер, он работает… Это искусственное разделение. Все люди – философы, и в определенном смысле… Я позиционно говорю, да, то есть… Если инженер принимает философскую задачу, то он – философ. Я не про людей, а про позицию, то есть, как бы, если ты сидишь за компьютером и пишешь программу, ты не можешь в этот момент быть философом. Можешь. Нет. Современные программисты, гуру, являются философами, они развивают антологии, они занимаются решением типично философских задач, что в действительности существует, и как мы это можем описывать. Это как раз говорит о том, что в современности философия не умерла, просто она временами находится в тех формах, в которых мы ее… Не распознавались. Опознавались. Опознавались. Но, в конце концов, такая же ситуация была с Эйнштейном, когда он предложил теорию относительности, ее опознали как физическую теорию, она оказалась более чем физическая. Или с Фрейдом, который высказал психологическую концепцию, которая вдруг на поверку оказалась тоже философской. Если программист, возвращаясь к предыдущему теорию, сделал какое-то новое высказывание, то он перестал быть в этот момент программистом. А если он… Мы пришли уже к выводу о том, что систему… Если он создал новую систему каталогизации, то он перестал быть только программистом. Инженер – он работает по развитию этой реальности, философ – по развитию этой. То есть, мой тезис как бы в этом. Да, но они же как раз обмениваются вот этим. Не обмениваются. Философ, чтобы работать в этой реальности, он как бы использует техники, которые отсюда взяты. А вот что использует этот? Ну, в принципе, тоже как бы может опираться на определенную философию. И в этом плане вот эта система, она гармонична. Ну, поскольку тут могут в двух местах идти развитие, они так связаны. А эта, ну, она настолько поскольку может существовать, поскольку есть как бы тоже инженеры, но программисты. То есть, они развивают ха, как бы другие… И, ну, если смотреть на не просто конкретную систему компьютерную, а всю… Революцию… Революцию индустрии, и то, и другое. То она, в принципе, становится все более… Ну, она как будто умнеет. Ну, так как бы… Оно как из младенчества там перемещается в то, что у нас в телефоне там уже куча составов. Ну, это все равно вопрос. Потому что сейчас проходит роботизация, да. Вот вы слышали о том, что по высказыванию президента Банка Англии, около 30% англичан в ближайшее время потеряют работу в связи с роботизацией. В этом смысле технологии, ну, в чем-то они становятся умнее, но… Есть же тесты, которые сейчас можно пройти относительно того, насколько вероятность высока в будущем потерять вашу работу в связи с роботизацией. И когда я вот как философ и преподаватель прохожу, он мне говорит, пять процентов, что вы потеряете работу, да. Если бы я работал, условно говоря, там, на производстве железа, то тогда у меня бы была вероятность, возможно, девяносто пять с потерей работы, да. И вот когда ты говорил вопрос о человеке, да, является ли человеком тот, кто, условно говоря, запускает программу, пишет программу, или тот, кто сказал ему включить программу или написать программу, да. Вот это вот хитрый вопрос, который стоит того, чтобы о нем поговорить, да, в какой момент… Вот давайте опять же из другой немножко перспективы. Когда Маркс говорит о том, что труд сделан из обезьяны человека, у него же концепция труда есть совершенно определенная. Труд – это изготовление или изобретение новых орудий труда. Соответственно, если вы с кувалдой стоите и бьете просто по гайкам, вы совершаете совершенно то же самое, что делает осел, привязанный к рычагу какого-то. То есть это не труд. Труд – это то, что делает инженер. Вот это вот делает его действительно человек. Я сейчас не хочу сказать о том, что это так и есть. Я просто говорю о том, что вот та проблема, о которой ты говоришь сейчас, вот кто и почему является человеком и в какой мере, это вот действительно очень-очень серьезная проблема. И я вижу в ней как раз связь с тем вопросом, который я ставил, а именно действительно ли мы можем полностью обусловить нашу мысль системами ее выражения. Видимо, не полностью. На этой оптимистической мере я хотел бы объявить перерыв на неделю.